Я хочу у вас спросить, Сергей Олегович, вашего мнения по поводу, ну, эстетически, если останется время, про Ноттердам-де-Пари, что вы думаете, вот как там вообще все происходило? А политически, мне важно, вот ваше мнение по поводу встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского, оптимизм вы испытываете? Ну, как раз наоборот, это событие было чисто культурное, у него собралось довольно много народу со всего мира, именно поэтому, кстати, Дональд Трамп туда и смог приехать, потому что это было событие неполитическое. Вот, оно политическое для Франции, потому что это важно для Макрона было, так сказать, потому что у нас только что слетело очередное правительство, вот, и сейчас у нас во Франции нет правительства, и для Макрона сейчас сложные в очередной раз времена, у нас нет утвержденного бюджета. На следующий год там и так далее, вот, но это событие чисто культурное, и все люди, которые туда приехали, это люди, которые приехали на культурную встречу, и поэтому на самом деле никаких переговоров между Макроном, Трампом и Зеленским не было, и не могло быть, потому что Трамп сейчас никто. Вот, я уже там третью неделю, четвертую неделю дал Доню это постоянно, потому что все почему-то есть огромное количество обозревателей, которые все постоянно говорят, что Трамп чего-то там делает, решает. Это ничего Трамп не решает, и решать не может. Он не является избранным президентом Соединенных Штатов Америки. Его только 17 декабря будет избирать коллегия выборщиков, потом будет утверждение 6 января, и 20 января, вот, когда он заедет в Белый дом, и если он заедет в Белый дом, потому что ему надо физически еще дожить до этого дела, да, потому что все-таки человеку 79 лет, вот, при всем при том, да, то он в хорошем, в хорошей форме находится, но всегда надо помнить, что мы, так сказать, никогда не можем сказать наверняка на 100%, что состоится то, что нам хочется в этом мире, да, потому что решаем все-таки во многом не мы, что с нами будет, вот, и вот тогда он будет что-то решать. Сейчас он ничего не решает, и поэтому вот это подтвердилось, кстати, напрямую, потому что офис президента, и даже, по-моему, президент Зеленский сказал, что у нас не было никаких переговоров с Трампом, и не могло быть. То есть у них были беседы, Макрону было выгодно сделать такую картинку, когда, значит, Елисейский дворец этого очень слабого президента Франции, против которого есть огромное количество внутренней оппозиции во Франции, но оппозиции такой мирной, да, который собирается его отстранять от власти, потому что одна из трех политических сил, которые находятся сейчас в парламенте, требует импичмента, уже пыталась провести импичмент, и ей это не удалось просто потому, что вторая сила, то есть это левацкая партия Мелансона, уже пыталась это сделать в октябре и в сентябре месяце, а если бы к ней присоединилась партия Марина Люпен, национальное движение, точно так же, как они сорвали вот сейчас голосование по бюджету и отправили в отставку правительство, то они, в принципе, могут инициировать процедуру импичмента Макрона, но они его призывают к отставке, и, строго говоря, для нас во Франции вот это важнее событие, чем все остальное, и поэтому Макрон попытался использовать этот Нотр-Дам для того, чтобы все забыли, вот точно так же, как он использовал Олимпийские игры в июле-августе, что все забыли, что он распускал парламент, что там были выборы, в которых он проиграл, что у правительства не было два с половиной месяца у Франции, вот, что там огромные проблемы и так далее и тому подобное. Вот, и на этом фоне вот эта картинка Трампа и Зеленского в Елисейском дворце, это для Макрона была красивая картинка, потому что она показывалась, видите, он, так сказать, играет роль большую там на международном уровне. Но во Франции, на самом деле, уже все, никого обмануть этой картинкой нельзя. Вот, и самое главное другое, что напомню, что Трамп ничего сейчас не лишает. Вот, и даже повторюсь, такая вещь, вот есть очень маленькая деталь, но она принципиально важна. Вот, если вы смотрели, на какой машине приезжал Трамп в Елисейский дворец, вы видели? Конечно, на своих, на своих кадиллаках-эскалейдах легендарных. А Владимир Зеленский на французской Рено. Хорошо, это я не, сейчас не про производство, а на машине президента Зеленского стоял украинский флаг, потому что он действующий президент. А что было на машине Дональда Трампа? Ничего. Не было ничего. Не было ни эмблемы, ни флага, ничего. Потому что он никто. Он никто. Это человек, который просто победил 5 ноября на выборах, и потенциально он, естественно, завоевал право, и это право никто не оспаривает. То есть это не надо рассматривать в этом мои слова в том смысле, что я там сомневаюсь, что он победил или не победил. Все это признают и так далее. Но процедура устроена так, что до 20 ноября есть действующий президент Байден, вот у которого на машине, когда он ездит, у него эмблема Соединенных Штатов Америки, значит, печать президента, и у него флаг президента там и так далее, и штандарт. Вот. А у Трампа не было ничего, потому что он никто. И поэтому о чем он мог с кем-то вести беседы на геополитические темы от имени Соединенных Штатов Америки, если он никто? Вот. Вот и поэтому я понимаю, что Украину это интересует. Я понимаю, что Украине хочется понять, что там Трамп будет делать, и хочется получить какие-то заверения, что Трамп будет там продолжать там и так далее. Но Трамп еще сейчас даже, даже вот если Трамп бы вышел и сказал бы что-то вместе с президентом Зеленским, сказал, я Украину люблю, буду всегда ее поддерживать и передавать ей столько оружия, сколько она захочет. Эти слова его абсолютно ни к чему не обязывают. Вот это он мог сказать публично эти слова, а когда заехать в 20 января в Белый дом, он мог сказать, ну мало ли, что я вам там говорил, когда еще это еще не был президентом Соединенных Штатов. Вот сейчас я 20 января стал президентом, принес присягу, и вот с этого момента я, мои слова, это вещь, которая порождает обязательства для государства Соединенных Штатов Америки. Сейчас все, что говорит Трамп, это не порождает обязательства даже для него самого. Ну просто смотрю на видео, когда из Елисейского дворца вот выходили как раз Дональд Трамп и Владимир Зеленский, садились в эти же автомобили, но вот я не знаю, с этого ракурса, во всяком случае, может это в другой эпизод, но там ни на одной машине нет флагов, ни на той, ни на той. Ну то есть я имею в виду и на том автомобиле, куда садился украинский. Я смотрел полностью все репортажи, поэтому когда приезжала машина... Ну да, я скажу, это наверное не тот эпизод. Да, потому что когда она уезжает, мы ее не видим, он просто садится, и мы не видим нос машины, мы не видим какой там флаг. А вот когда он приезжал, она разворачивалась на нас, и поэтому мы видели прямо перед нами, перед нами, украинский флаг. В этом плане это абсолютно все понятно, и вы тоже абсолютно правильно говорите, Сергей Олегович, мы же эмоционально воспринимаем правильно, и для нас важны вот эти сигналы, потому что мы действительно ожидаем как страна, ну и собственно как, я думаю, каждый в отдельности, какие-то свои ожидания сюда вкладывает. А вот интересный момент тоже, который хотел с вами обсудить. Трамп же потом в своей вот этой социальной сети, Joe Social, да, где, ну как Twitter, условно, да, он там отреагировал на эту встречу, и среди прочего в конце реакции он написал такую фразу «Китай ждет», имеется в виду, вот когда он говорил о том, что Владимир Зеленский тоже продемонстрировал желание закончить войну и заходить на переговорный трек. Китай ждет, это что значит, как вот это трактовать, это отсылка к тому, что… Никак это толковать не надо. Все, что говорит и пишет Трамп сейчас, никак толковать не надо, потому что это ничего никому, никого ни к чему не обязывает. Это просто какие-то, ну, пиар, естественно, причем, если вы обратите внимание, то вот одно и то же заявление, которое Трамп написал в Твиттере, в своей собственной соцсети, оно отличается по окончанию. То есть в Твиттере он в основном описал все, что происходит в Сирии и сказал, что вот все, там конец вашу Асаду, вот, а в своей сети он добавил еще украинскую некую часть, которую, ну, в общем, не очень приятная для Украины, потому что там сказали, что никому не нужная война, вот, что на самом деле просто глупость трампийская, как обычно, потому что Украина… Он делает вид, что Украина выбрала, участвуйте ей в войне, не участвуйте. Когда на вас нападает, у вас выбора нет, вы должны защищать свою страну. И это не выбор, это, вот, нельзя сказать, что эта война для Украины бессмысленна. Как это бессмысленно, если вы защищаете свою территорию, свой народ и свой суверенитет? Это глупость с государственной точки зрения, абсолютная глупость. Вот, но Трамп в очередной раз ее себе позволит. Вот, а если вы посмотрите на Твиттер, он, кстати, например, даже не просветил ни одного кадра из Парижа вообще. Да, иллюстративно, что называется, иллюстративно, хорошо. Тогда вот, если чуть-чуть изменить тему, ну, как чуть-чуть, смотрите, значит, Military Watch Magazine. Есть такой журнал, который вот прямо вышел с сообщением, что, значит, Российская Федерация может производить по 25 баллистических ракет «Орешник» ежемесячно. Соответственно, посчитали, что это 300 в год и дают характеристики на фоне того, что вот опять в эти дни, когда мы с вами беседуем, там закрывается воздушное пространство над Капустиным Яром. Ну, короче, опять вот это вот соответствование воздуха вокруг «Орешника» снова технологии. Ну, это вообще просто ИПСО российское, потому что напечатано в каком-то там иностранном издании, это ничего не говорит, потому что такие вещи Россия проплачивает даже в «Вашингтон-Пост», «Нью-Йорк Таймс» и «Луэк Таймс». Вот это чистое надувание щек, о котором все специалисты знают, что это надувание щек, потому что они ничего из современной техники космической производить не могут, не умеют, потому что нет электроники, нет людей, они не могут делать саматы, они не могут делать никакие орешники. Вообще орешника никакого нет, это все, это блеф абсолютный, это мы должны все понимать, потому что это просто переделанный ярст, которого сняли одну ступень, добавили болванок в виде головной части разделяющейся, и вот так вот быстро на коленке слепленная якобы новая ракета, ничего нового в этой ракете. Из старых, вот конструктор «Лего», знаете, такой, вот из старых частей слепили вроде бы вещь, которую до этого там не делали, и сказали, что вот у нас теперь новая суперсовременная ракета, ничего там суперсовременного нету, ничего нового в ней нету, это просто все это старые советские переработки какие-то, как, впрочем, большинство, кстати, вещей путинских, вот, и за это, кстати, там они там сажают своих разработчиков, 12 инженеров-разработчиков гиперзвуковых ракет, сидит в СИЗО Лефортова, потому что они все говорили Путину, что у них там непобеждаемые суперскоростные ракеты, а на самом деле ничего там нету этого, их всех там пересажали, вот, и поэтому все эти публикации, это просто ипсо, очередное ипсо, Путин, вы знаете, Путин сам доказал, что это болтало, потому что он слишком много болтал, если у тебя есть реальная штука, ты ее применяешь, все понимают, что она серьезная, что она загрозная, и все начинают дрожать, и те напопятные, а если ты ее принимаешь, а ее никто не дрожит, и никто, потому что все понимают, что это блеф, вот, то ему надо было потом пять раз самому об этом рассказывать, в том числе и в местах, которые для этого абсолютно не были предназначены, типа Астана, УДКБ, где сидят, значит, эти самые мрачные какие-то деятели Центрально-Азиатских республик, а он им говорит, а я вам сейчас вот про ракеты расскажу, они смотрят на него и думают, господи, ну какой ты дурак, ну вот мы сказать это не можем, да, но вот мы показать это можем нашими лицами, точно так же, как эти пресловутые разработчики этого якобы Орешника, которых Путин там якобы награждал в Кремле, они же на него смотрят абсолютно так же, то есть они сидят с каменным мордом, мы с вами это обсуждали, что люди, которых по идее должны там, они должны светиться все, я не знаю, там, изыргать веселые какие-то речи, рапортовать о том, что как они здорово там печатают по 25 штук, вы знаете, когда вы печатаете что-то по 25 штук, очень просто все это делается, возьмите камеру, там, первого канала, приезжайте на завод и покажите нам 25 ракет, которые выставлены в ряд, а потом 50 ракет, а потом 150 ракет, а потом 200 ракет, и все, никаких проблем нет, один кадр, и все, все этим кадром все сказано, а на самом деле, если вы ничего не показываете, это точно так же, как с танком всякие, вот где танк армата? Ну покажите нам хоть один танк армата на поле боя в Украине, покажите, где он, нету, да, покажите нам сармат, как хоть один, да, вот где, где его там делают нам и так далее, покажите нам, нету этого сармата, потому что ничего нету. Вот старые союзы у них летают, они нам показывают, как из Песецка запустили там очередной старый союз модернизированный. Да, вот здесь никаких нету. Вот кадр показали, как он улетел в космос, и все, и никаких разговоров не нужно. И Путин почему-то не выходит после этого, не говорит, ну видите, мы союз запустили, отличный корабль там и так далее. Потому что все знают, что это старый корабль, да, летает, но это старый корабль, что-то надувает щеки, когда это тысяча или там две тысячи или пять тысяч, двадцать пятый спуск этого корабля, никого он ни к чему не обязывает, это старые-старые технологии. А здесь он ничего не показывает. И все. А только рассказывает. Мультики показывает Путин, рассказывает ему чего-нибудь. Ему все давным-давно уже не верят на слово. И все эти разговоры ни о чем. Ну да, тут снова-таки сложно с вами спорить, и все абсолютно, абсолютно понятно. Сергей Олегович, еще один эпизод хочу с вами обсудить. Значит, есть такой знаменитый институт изучения войны, вы тоже знаете, по-разному можно относиться. Но вот просто встретил среди прочего и у них мнение о том, что Россия теряет способность одновременно обеспечивать эффективную оборонку, да, и экономическую стабильность. Это к истории о том, что упомянутая и сегодня, мы нередко ее вспоминаем, Эливера Сапфизадовна Набиулина, да, вот она как это анонсировала, что ли, все-таки, да, вот 25 в 25-м, это учетную ставку чуть ли не в 25 процентов в 25-м году. Говорить об российской экономике мы все равно не перестаем. Понятно, что снова эмоционально, да, мы надеемся, что как можно быстрее будут неразрешимые проблемы у них, и они потеряют способность подпитывать войну. Все к тому идет в 25-м году или 25-й год еще они поддержатся? Нет, вот здесь нужно понимать следующую вещь. Российская экономика испытывает очень большие проблемы, санкции работают, не совсем так, как нам хотелось бы, не совсем даже не так, как нам хотелось бы, но работают. То есть она разрушается, она реально заточена вся на войну, реально растут цены, то есть реально она не делает или делает еще меньше, чем раньше делала для потребительского рынка. Этот потребительский рынок заполняется импортными товарами, рубль дешевеет, соответственно, импортные товары становятся дороже. Экономика наполняется пустыми рублями, которыми оплачивается труд людей, вот которые работают в ВПК, их много, их миллионы. И поэтому этими рублями плюс выплаты гробовые, плюс выплаты за контракты и так далее, то есть наводнили страну огромным количеством пустых рублей, а производства товаров, прежде всего народного потребления, общего такого человеческого потребления нету или мало, или недостаточно. И поэтому все это описывается экономически, но надо понимать, что эта экономика не упадет за один день. Вот Путин может упать как Асад или как Горбачев за один день, а экономика не упадет за один день. Вот так же, как экономика Советского Союза разрушалась много десятилетий. И, кстати, даже когда она разрушилась полностью, когда распался Советский Союз, то Российская Федерация Ельцинская 10 лет еще ждала до 1998 года, до дефолта. И даже когда наступил дефолт, это еще не означало, что экономика полностью разрушилась и так далее. Потому что экономика большой страны может вот в таком стагнирующем состоянии находиться много лет и даже десятилетий. И не надо ждать, что это будет в 2025 году, вот там в марте 2025 года все рухнет, и народ там выйдет на улицы миллионами, потому что пустые магазины. Пустых магазинов не будет, ничего не рухнет вот до такой степени, чтобы выходить на улицу, да. Все рухнет по другой причине, потому что кто-то где-то вот в Кремле, там какая-нибудь группа решит, что все, хватит этому старому пердуну 25 лет находиться у власти, пора его менять. Вот, потому что он всех за собой тянет в могилу. И на самом деле они все ощущают то, что весь негатив из-за этой войны. Потому что они не могут заключать контракты, они не могут ездить по миру, они не могут пользоваться продуктами своего богатства. И это самое главное для них неприятно. Они даже зарабатывают деньги, то есть обратите внимание, в рублях там даже прибавилось на 15 миллиардеров больше в прошлом году, чем было, да. И там их общее состояние там оценивается больше, чем предыдущее. Но они сидят в золотой клетке, там каждый из них в своей золотой клетке в замкнутой стране в диктатуре и думают, убьют их или не убьют. И думают, хватит ли им там вооруженные охраны, если там на них попрут кто-то или конкуренты или еще кто-то. Или не хватит. Вот, и в таком состоянии, конечно же, для экономики все нерадужно, да. И тем более это нерадужно для людей, у которых там, я не знаю, пенсия по 5 тысяч в регионах. Вот это в Москве там вроде говорят, что с заплатами города минимальная пенсия вроде там 25 тысяч. Но в Москве на 25 тысяч тоже прожить еще надо. То есть вы когда оплатите свою квартиру, коммуналку там и так далее, у вас там остается только на хлеб и молоко в лучшем случае. Вот, а они, кстати, дорожают и хлеб и молоко. Вот, и по этому поводу мы ждем, конечно, что все это дело пойдет. Но это не пойдет, безусловно, в 25 году, не в 26, экономически я имею в виду. А вот политически Путин может упасть точно так же, как Ассет в любой момент. Ассет в любой момент.